К нашему эфиру присоединяется Александр Савченко, экономист. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте начнем со свежих новостей. Росстат перестанет публиковать данные о производстве бензина в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России. И вот решение об этом было принято, как они сказали, в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Как думаете, зачем скрывают эти цифры? Несколько причин. Главное, наверное, чтобы показать, что экономика России, нефтепереработка, неуязвима. А на самом деле они хотят скрыть эффективность наших вооруженных сил, которые успешно уничтожают мощности по нефтепереработке и по сбереганию продуктов нефтепереработки. Вот это главная причина. Вторая причина – это экономическая. Если ты знаешь, сколько у врага бензина, можно даже рассчитывать какие-то долгосрочные стратегические операции. И военные, и экономические. Третья причина – это просто традиция уже этой страны скрывать всю более-менее значимую информацию. И врать. То есть, когда ты скрыл, завтра они могут говорить что угодно. Что вообще у них и производство нефти, и бензина растет, и доходы растут. Вот то, чем они сейчас занимаются. Поэтому, ну вот я думаю, вот эти три причины, они фундаментальные, да, и долгосрочные. Есть еще одна новость. Вот в Госдуме предложили ввести советскую практику контроля за ценами на жилье. То есть, ограничить норму прибыли девелоперов до 20%, чтобы повысить доступность жилплощади. И это при том, что в РФ цены на недвижимость на первичном рынке за последние пять лет выросли более чем в два раза. И вот снова в России говорят о возвращении в СССР, то есть возвращают нормы советской жизни. Да, действительно, такая тенденция есть. Кстати, новый министр обороны был идициатором ограничения цен не только на жилье, но и там на нефтепродукты. По сути на все. Да, это вот главный идеолог плановой экономики. На самом деле это абсурдная идея, и мне бы хотелось, чтобы они это внедрили. Почему абсурдная? Потому что создание жилья это, по сути, инвестиционный процесс. Ты берешь деньги в кредит. Кто-то взял под 10%, кто-то под 20%, а кто-то вообще не взял деньги в кредит, у него свои. И от этого очень сильно зависит рентабельность. Потом рентабельность не учитывает взятки. Строительство жилья, взятка емкая отрасль. Да, и приблизительно, ну я знаю информацию там 5-6-летней давности. Но чтобы построить дом, сдать его в эксплуатацию, приблизительно 20-25% стоимости этого дома надо раздать разным чиновникам и контролирующим организациям. Поэтому это вот второй фактор, который делает невозможным оценку рентабельности. И третий это сроки строительства. Допустим, если ты выйдешь на рентабельность 20%, а строил дом 3-4 года, по сути это будет ноль. Потому что деньги сейчас, они менее ценные, чем деньги были 2-3 года назад. Это законы экономики. То есть это безграмотное решение. И хорошо, что они появляются в Раше. Чем больше таких решений, тем быстрее будет крах этой экономики. Но тем временем в России продолжают готовиться к повышению налогов. И оказалось, что повышение это связано с запросом общества. Так сказал глава российского Минфина, вот как раз комментируя налоговую реформу. Как думаете, каким образом возник такой запрос? Или что на самом деле с этой налоговой реформой? У кого заберут последнее? На самом деле это свидетельствует о большом дефиците бюджета Раши. Его даже вот просчитывают. Это приблизительно, ну цифра огромная. Если мы будем в долларах считать, порядка 25 миллиардов долларов. Им надо где-то это деньги взять. Поэтому они увеличивают налог на прибыль с 20 до 25 процентов. Так, это существенно. Это существенно. И увеличивают налоги для так называемых богатых людей. Богатыми считают в Раше те, кто получает в месяц больше 200 тысяч рублей. Да, ну по-нашему, давайте на три разделим. Приблизительно вот такой реальный курс. Раша тоже прячет реальный курс. Это если в гривни перевести, ну достаточно большие зарплаты. Где-то порядка 65-70 тысяч гривен зарплата. Вот все, что выше, будет прогрессивно, шкала будет прогрессивная, будут налогооблагать. Вплоть до 25 процентов, у кого зарплаты до полумиллиона рублей. Ну по сути. И потом очень приятная новость для... Смотрите, какая языкская вещь. Они тут же говорят, но для участников СВО, да, по сути террористов, бандитов, которые направляются в Украину, вот эта прогрессивная шкала действовать не будет. Они будут платить налог, исходя из 13 процентов. То есть, а сейчас вы уже, чтобы загнать кого-то на убой в Украину, раньше платили подъемные, это 200 тысяч, потом 300, 400, уже доходит до 800 тысяч. И вот ты получил 800 тысяч, у тебя не будут облагать налогом по 25 процентов, а только по 13. Этим стимулируется набор в армию Путина, да. Это вот вторая цель, вторая цель. То есть, дефицит бюджета, стимулирование похода в армию и на войну, вернее, на убой. И третья причина, которая выдается за главную, это справедливость. Что богатые должны платить больше, и бизнес должен платить больше. Ну, тем временем, простые россияне ощущают подорожание товаров. И даже сезонная ягода выросла в цене чуть ли не в два раза, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Есть ли у вас прогноз, как будут меняться цены далее в России, каковы будут темпы инфляции? Как это ни парадоксально, но инфляция будет зависеть, главным образом, от двух факторов. От дефицита бюджета. Чем больше дефицит бюджета, тем больше они должны печатать деньги. Ты печатаешь деньги, растут цены. И от курса. Курс сейчас руками Путина удерживается. Ну, это очень хорошо, потому что это вредит экономике. Они скрывают реальные пропорции, да, экономические. И что с инфляцией происходит? Объявили, что в прошлом году инфляция была 7,6%. Сказали, что будет падать в этом году. Но даже по официальной статистике сейчас инфляция годовая уже 8%. А по оценкам экономистов, по расчетам, потому что цены известны, да, выборочным ценам, корзины, товарам, по которым рассчитывается инфляция, она где-то в этом году приближается сейчас к 18-19%. Вот эта реальная цифра, скорее всего, и будет для народа, народа этой страны. Вот это более-менее точный прогноз. Если совсем точно говорить так, чтобы не ошибиться. 17-20%. Вот такая инфляция. Хотел бы сказать, что в Украине цены и инфляции намного меньше. Там чуть больше 3%. Видите, мы жертва, да, они у нас оттяпали территорию, уничтожают мощности, и мы работаем лучше. И темпы экономического роста выше, как это ни парадоксально, да. Ну вот такая ситуация. Вы говорите, что в России сдерживают курс, а какой реальный, по вашим оценкам? Реальный курс, ну по расчетам многих экономистов, ну и мой, это где-то 105 сейчас. К тенденции, что к концу года будет 110-115 рублей за 1 доллар. Ну, просто чтобы знали наши телезрители, что в каждом предприятии, которое получает валютную выручку, более-менее, сидит валютный комиссар. В каждом банке сидит валютный комиссар от Минфина или от Нацбанка. И по сути диктует, сколько продавать, когда продавать, какой курс выставлять. То есть регулирование идет вручную. И это тоже очень хорошо, почему? Чем больше ручного регулирования, тем больше ошибок, беспропорций и кризиса впереди, так скажем. Война в Украине спровоцировала резкий рост стоимости ритуальных услуг и товаров в России. В феврале за изготовление гроба граждане должны были заплатить более 7 тысяч рублей. Вопрос скорее риторический, но это спрос повысил цены? Или просто это теперь один из самых выгодных бизнесов в России? Ну, конечно, бизнес очень выгодный. Ну, если, согласно украинской статистике, мы каждый день утилизируем, да, больше тысячи рашистских бандитов, да. Я так допускаю, что, ну, половина попадает в Рашу. Вот уже каждый день дополнительный спрос относительно биологического, там, скажем, выбывания населения. Ну, 500 гробов. Так, поэтому спрос – это главный фактор повышения цен. Чем больше спрос на товар, тем выше на него цена. Вот и цена на эти пакеты, пакеты утилизационные, да, тоже повышается. Ну, будем желать, чтобы цены росли там. Кстати, вот эти цены не входят в корзину, по которой измеряется инфляция. Вот, давайте посоветуем, в силу того, что этот товар становится уже массовый, да, давайте посоветуем Минстату Раши включить стоимость гроба и мешков в корзину для расчета инфляции. Тогда она точно будет еще выше. Еще одна новость. Китайский популярный сайт Алиэкспресс ужесточил условия для покупателей из России. Вот они не могут рассчитаться рублями, нельзя заказать покупку в Россию. И вот российские СМИ пишут, что все это из-за того, что компания опасается вторичных санкций. Насколько это большой удар по российским потребителям? И вот после переговоров Путина и СИИ, как такое могло произойти? Казалось бы, у них дружба или дружба-дружба, а торговля в Россию? Ну, почему? Потому что Америка очень сильно напугала китайскую банковскую систему. По сути, китайские банки уже как огня боятся любого гражданина, любого человека с российским паспортом. Очень затруднены операции. Или любой компании, которая уходит корнями в Рашу. И поэтому, когда ты, кажется, делаешь простую операцию, принимаешь платеж за... Ну, например, вы знаете, что Китай уже на 70% по сути доминирует на рынке товаров в Раше по импорту. По автомобилям там 80%. Так, и ты не знаешь, а вдруг паспорт того, кому ты перечисляешь, отправляешь товар, это человек, который под санкциями. И если только эта информация станет известна американцам, они будут накладывать штрафы большие на американские банки. Поэтому платежные системы вслед за банками, они тоже агенты контроля, но боятся, боятся иметь дело с русскими. Ну, я бы не преувеличивал значение этого. Там челночная торговля, мы же знаем, там же нет, у них граница очень огромная. И там челноки, вот как в 90-х годах, в этих страшных 90-х, про которые они вот сейчас начинают говорить, вот такие тенденции сейчас будут доминировать. Вместо того, чтобы по почте получать товар и платить за него через там ноутбук или телефон, да, надо будет возить в торбах деньги туда, в Китай, и возить в торбах товары назад, да. Ну, так я утрирую в торбах, но вот что ждет эту страну, да, это их будущее. Но они его сами выбрали. И пока нравится. Молодежи не очень нравится, но старшее население привыкло, еще не успело отвыкнуть. Поэтому не преувеличиваем, но такие тенденции будут нарастать. Ну, также сообщается, что США подключают ЕС к борьбе с китайскими поставками российскому ВПК. Вот, как может выглядеть этот механизм сотрудничества? Какие дать результаты? Ну, если можно коротко, у нас буквально минута. Я думаю, через механизм вторичных санкций. То есть, я думаю, что Соединенные Штаты будут согласовывать во времени и унифицировать вторичные санкции. Вот удары по банковской системе, которые проводят операции с запрещенными товарами, да. Вот один из примеров вторичных санкций. Будут наказываться посредники, да. Компания, через которые попадают товары в Рашу. Транспорт будут наказываться. То есть, там очень многочисленные возможности привлечения Европейского Союза к этим санкциям. А Европейский Союз иногда идет впереди. Он, например, предложил уголовную ответственность за обход санкций. Нам надо прецеденты, нам надо аресты, закрытие предприятий, штрафы на банков. И тогда все заработает намного быстрее и масштабнее. Александр, благодарим, что присоединились к нашему эфиру. Экономист Александр Савченко был на связи с Фридомом. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фридом, чтобы не пропускать главного.